Молитва от сердца Иоанн Лествичник, святой преподобный, великий учитель молитвы церковной, он говорит о том, что если мы хотим, чтобы молитва была плодотворная, то она должна начинаться с нескольких вещей. С благодарения. И как раз вот эти слова апостола Павла прежде всего это подтверждают. С покаяния. И он говорит в другом месте, если хочешь, чтобы Господь точно исполнил твою просьбу, сначала помолись от сердца за врагов. То есть ты должен всех простить, потому что только тогда молитва за врагов будет искреннее. Это труд, и может быть большой, и может быть долгий. Но вот покаяние, благодарение и молитва за тех, кого ты считаешь своим недругом, или кто тебе делает гадости, обижает тебя, может быть прямых врагов у тебя нет. Вот это первое условие молитвы. Далее мы читаем Евангелие от Матфея. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись от судовому, который втайне, отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть молитва требует покоя, тишины и уединения. Сам Господь наш Иисус Христос, Евангелие об этом говорится неоднократно, после шума дневных трудов своей проповеди, когда тысячи людей его окружали, спрашивали, он уходил один в пустынное место молиться. Ему, по его совершенному человечеству, было необходимо это уединение. Конечно, оно необходимо каждому из нас. В молитве нужно упорство, в молитве нужен молитвенный труд. Это совершенно разные понятия. Молитвенный труд рождает молитву. Упоминавшись уже сегодня преподобный ангелийствичник, говорит, что причиной качества молитвы является ее количество. Это и есть молитвенный труд. Бог видит, что человек ищет с ним разговора, а состоявшаяся молитва — это именно разговор с Богом, это диалог, это разговор, на который Господь пришел, и видит, что человек этого ищет, жаждет и хочет, тогда, когда человек молится даже, может быть, из пустого сердца, ничего не слыша в ответ. И вот на этот труд, как на признак желания, Господь откликается, и происходит то, о чем говорит ангелийствичник. Молитва меняет свое качество. Или, как в упрошающих, говорит молитва от сердца. Более того, человек начинает чувствовать то, что пророк Давид называет сладостью молитвы. Это то, что очень многие святые отцы употребляют просто как всем понятный термин. «Были слова Твои, Господи, пача меда для уст моих», — он говорит в Псалме. По-моему, это 117-й Псалом, если не ошибаюсь. То есть вот эта радость как сладость, а во времена Давида ничего слаще меда не было, сахара тогда не было. Она начинает ощущаться человеком. Древние святые отцы, вот в переведенном и собранном еще молодым иеромонахом Феофаном, будущим затворником, в Иерусалиме, когда он нес послушание, иерусалимский патерик, там есть совет одного старца безымянного. Он говорит, молись до насыщения сердца. Удивительно, то есть вот этот труд не набегу, не несколько слов сказать, не вычитать правила, а помолиться так, чтобы сердце наполнилось вот этой сладостью, радостью присутствия Бога. И тогда, может быть, мы услышим и другое откровение Давида Пророка, когда он говорит о Боге, да усладится ему беседа моя. Представляете, какое дерзновение, если бы не сказать дерзость. Кто может сказать о том, что беседа со мной услада для Бога? Вот Давид может. Это его надежда, это его, ну, если хотите, мечта, это его цель. И он знает, что это может быть. Поэтому вот молитва от сердца, еще раз, она должна предваряться «Боже, буди милостив мне грешному, покаянием, Господи, благодарю Тебя за все, что Ты мне дал, благодарением, Господи, спаси всех тех, кто враждует на меня, благослови их, приведи их в Твое царство». И потом должен начинаться молитвный труд, желательно ежедневный и многоразовый за день. Тогда плод будет быстрее. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.